Из-за эпидемиологической ситуации международный музыкальный фестиваль под руководством Юрия Башмета в Хабаровском крае, который должен был состояться 7 по 14 апреля, перенесен. Нынешний фестиваль юбилейный, десятые планы были масштабные. Событие должно было пройти не только в Хабаровске, но и в Комсомольске, Амурске, Бикини, в Хабаровском районе. На данный момент есть договоренность о переносе этого масштабного мероприятия на осень. Напомним, в рамках борьбы с распространением коронавируса в стране запрещено проведение всех культурно-массовых мероприятий, в том числе и гастролей артистов, музыкальных и театральных коллективов. Также для посетителей закрыты театры и кинотеатры, музеи, выставочные залы и библиотеки, филармония и цирк. Однако это вовсе не значит, что культурная жизнь замерла. Учреждения культуры нашего региона перешли на работу в режиме онлайн. Представители отрасли разработали различные интернет-проекты, которые доступны на их официальных сайтах и в социальных сетях. Так сейчас поступают во всем мире. Прямо из дома можно запросто прогуляться по лучшим музеям планеты, увидеть постановки разных театров, побывать на лекциях и так далее. Подробнее о переносе значимых культурных событий и работе учреждений культуры региона онлайн мы попросили рассказать заместителя министра культуры Хабаровского края Ирину Купченко. Ирина Александровна, доброе утро. Доброе утро. Я хочу, конечно же, поздороваться со всеми телезрителями с вами. Пожелать не только доброго утра, но еще и здоровья. Да, это сейчас самое важное, конечно. Это самое важное. Действительно, сегодня принято решение. Решение принято о том, чтобы закрыты были все учреждения культуры. Это сегодня у нас выживание, поэтому все учреждения об этом знают, сотрудники прекрасно понимают эту историю. Поэтому, конечно же, очень тяжело артистам, актерам, которые получали массу положительных эмоций непосредственно в общении со зрителем, очень тяжела эта история. Но, тем не менее, мы все, мы работаем, учреждения работают, у нас появляются новые формы. И они не только появляются, они еще и модернизируются, они улучшаются. То есть появляются новые каналы для распространения именно культурной информации, проведения культурных мероприятий. Действительно. Вы спросили о Международном фестивале Юрия Башмета. Ну вот да, Международный фестиваль. Вот крупные события такие, они перенесены? Абсолютно верно. Они перенесены, уже даже согласованы даты проведения этого фестиваля с 4 по 9 сентября текущего года. В своем графике Юрий Абрамович нашел действительно для нас вот этот вот период времени, потому что он любит Хабаровский край, он с удовольствием сюда ездит, его принимает на ура. У нас очень теплые зрители, они очень красиво встречают, они очень красиво аплодируют, и они очень ждут, главное, очень ждут этого. И вы абсолютно правильно заметили, у нас география очень обширная планировалась, единственное, что у нас не получится, я думаю, это съездить в Амурск, в связи с тем, что были перенесены сроки. Все остальные, это Бикин, Комсомольск, это Хабаровский район, все эти концерты, все мастер-классы, все будут даны у нас на территории. А что касается гастролей, может быть, не такие крупные концерты, выступления у других артистов, музыкантов? У нас планировались гастроли буквально в этот период времени, Хабаровского музыкального театра, они планировали выехать в Биробиджан, выехать в муниципальное образование, но на сегодняшний день, конечно, это уже стало невозможным. Мы бережем своих артистов, мы выполняем все требования и правительство Российской Федерации, в первую очередь губернатора Хабаровского края. Здесь, к сожалению, гастроли уже невозможны, но, естественно, мы будем планировать их на второе полугодие, если у нас обстановка будет соответствующая. Что касается тех, кто купил билеты, как им быть? С билетами все очень просто. Если вы покупали билеты в кассе, вам возвращают билеты в 100% в кассе учреждения. Если вы покупали их онлайн, без проблем, на той же площадке вы оформляете, и вам на эту же карту приходятся деньги, которые вы заплатили за свой билет. Мы сделали все, чтобы людям, которые пришли хотя бы раз в кассу, отдали в этот же день, в это же время полную стоимость билета. То есть деньги можно вернуть за билет? Но вот саму информацию узнать по поводу переноса, по поводу отмен концертов, если у тебя на руках билет, где можно об этом говорить? Вся информация размещается сразу на сайтах учреждений культуры, где были приобретены билеты, где проводится то или иное мероприятие. Это касается и гастрольной деятельности, и артистов всероссийского уровня, которые отменены были у нас на территории края. Поэтому вся информация размещается именно на сайтах учреждений культуры, где проходит это мероприятие. А сдать билет можно только если концерт отменили, если, допустим, поменяли даты и перенесли? Абсолютно правильное замечание. Действительно, билет можно оставить, если эта дата перенесена на другой срок. Поэтому люди, как правило, принимают для себя личное решение. Или они сдают билеты, или они потом приобретут его снова. Прямо с тем же самым, пусть даже даты, допустим, апрельские, майские. Они приходят в кассу, им просто меняют дату. А, поменять нужно будет билет. То есть он тоже будет действительный? Он будет действительный, просто его поменяют, потому что он уже заплатил. Если, ну, посмотрим по ценовой политике, как будет уже в следующем году, но, тем не менее, этот человек, который не сдал билет, он за эту же сумму будет наслаждаться творчеством наших. А вот что касается фестиваля «Амурские волны», вот в этом году он состоится? Визитная карточка наша. Да, действительно, это визитная карточка Хабаровского края, города Хабаровска. Шикарный фестиваль. Конечно же, сегодня мы уже не можем говорить о международном участии. Тем не менее, достигнута договоренность. Но меняется ситуация, вы видите как, просто буквально вот в течение суток. Поэтому на сегодняшний день оно еще не отменено, ведутся переговоры, но уже по дальнейшей ситуации в Российской Федерации будет ясно проведен. Он будет или все-таки придется тоже его отложить. За счет переноса не уверена. Что касается работы учреждений культуры, в том числе театров, как будет организована их работа на период карантина? Театральная деятельность, конечно же, она немного у нас пострадала, так скажем. Потому что это основная ее деятельность. Действительно, пока спектакли это основная услуга, которую мы оказываем населению, это театры. Но, тем не менее, сейчас у нас развивается именно онлайн история, онлайн-трансляция и телевизионный показ, запись, эскизы в спектакле, то есть самих спектаклей, демонстрация. Хочу всем сказать, что буквально 4 апреля в 18.00 планируется телеверсия премьеры спектакля музыкальной комедии «Небесный тихоход», которая посвящена 75-й годовщине Великой Отечественной войны. Многие переживали, как мы можем онлайн транслировать это мероприятие, потому что сейчас и карантины уже ввели на территорию Хабаровского края. Нами была записана ранее буквально телеверсия, и поэтому будет продемонстрирована людям нашим. Я призываю всех выйти на сайт музыкального театра и насладиться действительно интересным спектаклем, музыкальным спектаклем. Вы получите массу положительных эмоций, и я призываю, чтобы все сели с семьями, чтобы посмотрели взрослые, дети, потому что узнаваемая музыка, узнаваемые актеры. И оставлять свои комментарии тоже в соцсетях, я тоже призываю всех. Надеемся, что скоро это все закончится, и мы вновь из онлайна вернемся в оффлайн, потому что это все-таки смотреть интереснее своими глазами. Ирина Купченко была у нас в студии, заместитель министра культуры Хабаровского края.